Субтитры создавал DimaTorzok Данила, поэт Будем ждать, мы в ожидании Нормально Цветов, прироста и плодов Читаю полностью Друзья, весна близка И ждем ее мы очень долго Но скоро вот теперь настанет И будем ждать, мы в ожидании Светов, прироста и плодов Ага, будем ждать заморозков Данила, испортил я тебе это Поэтическое настроение Так, всем здравствуйте Тебе, награды, здравия Слушайте, где-то меня видно, как я жую Видно Так, дальше Карим, приветствую Шамалдина на месте Алена, здравствуйте Это вся цель началась, у меня не идет Ну вот, начинается А, уразность пошла Дмитрий Горячев, добрый вечер Свинин, всем привет Михаил, у нас с братом С ума этого У нас копии фотографий Всех попадали еще на этот Кроме компьютера Попадали еще на телефон Какие у тебя Ну пусть это не последний Я говорю, это Архангельская область Это Михаил Свинин Это мои эти самые сорта-образцы И там такие яблоки и груши Да уже этого Да еще эти бедра, бедра, бедра Эти гроздья Ну что я скажу Спасибо за фотографию Спасибо, что все это вырастило Значит, я тоже не болтаю Если это все может расти Где? В Архангельской области Там же рядом Там же Белая Ночь Там же Полярный Круг Здорово Вот Я теперь, как только вижу Это Своими фамилиями Сразу на душе становится Легко, приятно так Вот Арсен Да, тоже наш человек С этого там Привет, учителю здоровья Вот Так, Арсен Что ты такие на ролике присылал? Ой, брат мне говорил Что-то очень интересное А если вспомнить не могу Жалко Я бы даже сейчас прокомментировал Так Рахманин Кудемкар Здравствуйте Гонченко Междуречен Добрый вечер Елена Добрый вечер Это не наша Лена, а? Антон Колесников Добрый вечер Горячо Я вижу глаз Глаз Ну-ка, это, видимо, вот так вот Да нет Вроде полностью видно Так Гаврель Костенович Современного Холодильника Температура Плюс 8 Я Сырала косточки Вишни сливы На прошлой неделе Как думаете Более высокая температура Не заставит Раньше проснуться Вишни сливы Важный вопрос Вселенная Значит, это не наша Лена Наша, но другая Короче, плюс 8 Это многовато Через два месяца Может оказаться Ну, есть другие Еще Эти самые Другие проблемы Это касается И влажности песка И сортов Касается Помните, у человека 100% 90 190 По-моему, амур Или еще взял И не взошло Ну, хоть ты плач Так и тут То есть, плюс 8 Многовато А насчет Температуры Мой Современной Регулярной температуры У меня в каждом Холодильнике Градусник лежит Причем он лежит В стенке А стенка Она максимально Далека от этой От той стенки Которая дает мороз Вот так Поэтому У меня раньше Не проснутся Мне нельзя Что бы раньше Проснулись Как я потом Отправлю Проснувшиеся Гудченко Точно Если выращиваешь Свои плоды На семьях Брызгать ядами И кормить Этим Свою семью Да, совершенно Наверное Нет, ну еще Было бы Че опрыскивать Международным Тоже климат Я в Ленинске Сказал рядом С вами Климат Ужасный В то время Когда я был Школьником О садахе Речи не шло Это сейчас Решили Что почему бы И нет Но и климат Меняется Вы согласны Неделю назад Почти Сибирь Дальше Елена Извиняюсь Но Бониллез Это болезнь Лечить Надо Не химию Так Все-таки Вы считаете Что это болезнь А вот тут Мы расходимся Ладно Читаем дальше Лечить надо Не химией Латинков говорил Что Мониллез Нужно весной Обрабатывать Абрикосы Груши Точно не помню То Пазом Или Скором Пересмотрю ролики Ну Скором Совет Это есть Классика Скор 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 Ну Лидим Надо Продать Скор Вот они Скором И это Вот Я никогда Не комментирую Своих друзей Никогда У меня остается По своему мнению Что Лимонез Это не болезнь Детали Доброго Времени Редак Здравствуйте Так Бухтияров Привет Скоро Станов Всегда На месте Лабасов Добрый вечер Отлично Настроение Так Павел Здравствуйте У меня В том году Свели Первый раз Абрикосы Павел Чей какой Наш Павел Еще какой-то Павел Ну Допустим Просто Павел У меня В том году Свели Первый раз Абрикосы Привитые На шлифе Дизлевитки Которые Были Под снегом Деньги Все было Хорошо Цветы Не закончилось С этих лет Где были Цветы Пошли Молодые Побеги С листочками Плодики Завязались И через Пару дней Плодики Начали Сохнуть И молодые Зеленые Побеги Стали Увидать Что Это Если Не Манилю Это Не Манилю Сейчас Скажу Что Ветки Зимовавшие Под снегом Не могут Быть Уже Мертвыми Там Маниле Есть Нечего Получается Там Другое Там Биологическая Несовместимость Абрикосы Привитые Сливы Первое Поколение Вымирает Из Десяти Десять Только в Радное Время Кто-то Год Держит Кто-то Пять Рекордсмены У меня Держали Восемь Лет Потом Все равно Умирают Причем Тут Маниле Причем Умереть Начинается Оторжение Туда Все меньше Поступает Сока А без Сока Листья Начинают Вянуть А И сразу Все валят На ваниле Обидно Вот Так что Павел Мы с вами Не сходимся Мы не сходимся Во мнениях Самое Главное Это Биологическая Несовместимость Это Разновидовые Растения Чтобы они Здравствовали Нужно С года В год Повторять 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 А повторять Это значит Первый год Это называется Насыщение Ментором Второй Тридцать Твёртый Год Это Помечируем Тридцать Твёртый Год Пятый Год Называется Насыщение Ментора Паржа Или Это должен Кажем В регионе Кто-то Делать Серьезные Ученые Например Но им Никто Эту задачу Не поставит Потому что Любой Ученый Знает Что Малиния Грызёт Эти же Абрикосы Не грызёт Ни одного Вот Вот и всё Что я хотел сказать А ваше дело Верить Не верить Можно бежать За ядами А можно увидеть Что дерево Гибнет И сказать себе Но все это Точно не спасут Я всегда говорю Это я получил За все годы Сотни вопросов Паники Гибнет Гибнет Обычно касается Груш Чаще всего Груш Поменьше Абрикосов А и тот И тот И тот Боятся Это Есть такое выражение Я его переномал Боятся лаги Как огня Ну такое Образное выражение То есть Очень сильно Боятся лаги И груш И абрикосы И вот они-то Как раз Должны быть Использованы Там Где Например Условия Как раз Для абрикосов Качество Подвое Вот Груша В качестве Подвое Или наоборот Ну мы тут Проходили Но Разновидовые Прививки Груша На яблоню Абрикос На сливу Слива На абрикос Можно и так И так Все это Нужно отрабатывать Годы идут И хотя Я вякнул Об этом Лет 25 Назад И до сих пор Никто Нет Работу делать Не собирается Хотя Если так Разобраться И в одном месте Вы не найдете У меня самого места У меня Самый главный Критерий Самый главный Доказатель Самой сад А то Понимаете Они спорят со мной А сада у них нет Вот он говорит Неправильно Манилия Жрет и все Ну покажи ты Сад без манилии Ну покажи ты мне Сад без манилии Если ты прав Ну он у тебя Должен быть Абрикос без манилии Груша без манилии Или чаще всего Груша якобы Поражает этот самый Бактериальный ожог Покажи Что ты вот Прыскал Прыскал И нет у тебя ожога Ну покажи ты мне Сад плодочачащий Почему Их сотни А ни одного Дерева нет у них Как так Почему они Пущат Количе деревьев Только зимой А ты тоже Дерево Вот оно у тебя Все в плодах А ты Летнее Моресло надо делать Ты так сделаешь Делаешь Вот оно все В плодах На ней 10-20 ветер А тебе Говорят Надо Сейчас Часть из них Вырезать Вместе с С плодами Или вместе с цветами Вот Нет Выбирает зиму А через запятую Говорят И летом И зимой И весной А почему доказательств нет Покажите свой сад Никто Никогда Те кто со мной Вступал В такую перепалку Можно сказать Вообще уже С ненавистью Христалла через край Ну покажи ты свой сад Я заткнусь Ну что Мы с вами Закончили Так Значит Значит так Антон Это вы Кажется Мне Переслали Письмо Что один Из ваших Друзей По моему Не Андрей Другой Вот Собирается Заказать У меня 30 тысяч Косточек Абрикосцевых Так Сразу Сразу Заложить Ну Матричность От самого Собоя Но главное Это сразу Заложить На продажу Вот Потом вдруг Оказалось Что собирается Заказать В середине Лета Мне это Не совсем Понятно Вот Я сделал Серьезную Скидку А человек Пока думает Хочешь скидку Давай заказывай Когда надо И не терять Год Как можно Средине Лета Заказать На этих Секосчиках Вот такие Вот крутятся У нас Такие проблемы Вот Белоруссия Проблема Довольно Солидный Заказ А деньги Выслать Не может Тут Это Другое Как Он пишет Нет Это Видимо Ваши карточки Неправильные Правильные У меня карточки Вот Придется Видимо Почту Отправлять Или Идти В банк Так Ну Вообще Мы с вами Что желаю Я желаю Что вы Не теряли Год Я вам сейчас Скажу Такую вещь Напоследок Я долго думал Говорить Не говорить Это вы Мне не за Того Примете Но Сразу Клянусь Богом Что я Говорю Правду Верить В это Невозможно Итак Сегодня Был второй И последний День Когда я Оформлял Свои ружья Я жду Беды Я считаю Что мужик Который Уже Не ходит И Зачем Не гоняй То Сразу Ружья Должен Иметь Вот А И мне Выхода Нет То есть Еще На 5 лет Надо Продлять Я прихожу Я обхожу Одного Второго Десятого И А На Экране Сейчас Такие У них Такие Современные Крутые Эти Самые Компьютеры Вот Экран Большой И там Уже Все Там Анализ Того И того Все Полностью Вот Я уже Почти Еще до Терапевта Не дошел Сейчас Вы будете В шоке А каком Шоке Я был Вот Когда человек Посмотрел На анализы А ты не говорил Кто именно Там К этому Имеют отношение Сразу Четыре Врача Все Опытные Все Это И вдруг Она мне Говорит Валерия Костяновича Вам оружие Не дам Вот У вас Сильно Превышен Алкоголь И наркотики Вот Что Было Со мной В течении Несколько Минут Я Мужик Который Не привык Это самое Не боялся Никогда Начальства Который Никогда Засовнились Жалко Липитю Этого Не может Будь Наркотики Я не принимал Ни разу В жизни Алкоголь Я не пью Вот Несколько Рад В году Там На празднике Ну Или Вот Знаете Когда Совсем Достанут Вот Тогда Я могу Выпить 50 А она Мне Своё И смотрит На меня А потом Посылает Меня Эти Я оказывается Не захватил С регистратору Вот эту Толстую Папку Эти Возвращаясь Она говорит Своя Костяность Это был Не ваш Анализ Вот А я Такое Пережил Что она Сказала Я вам Не выдам Ружьё Не Не дам Разрешение На ружьё Я Такое Пережил Я был В этом Сказать В чём Так И представляете С такой Жизнью Вот с такой Жизнью Когда Вот так Тебя Приговорили Буквально Это Для меня Позор Это Для меня Это Для меня Приговор Что я Алкоголик И наркоман Вот А теперь Сколько мне жить С таким сердцем Я до сих пор Себе не пришёл Хотя Мне дали Справку Всё в порядке Единственное Что нашли Повышенный сахар Больше Ничего Всё В норме Всё Но я Такое Пережил Поэтому Давайте Быстренько Заказывайте Всё Что у меня есть Потому что Завтра Не у кого Будет заказывать Не у кого Всё И это На всю жизнь Понимаете Больше Такой Коллекции Нет А если У кого То есть Он Не побежит Вам Это Всё Выкладывать Когда-то Мне Омский Был Этот Самый Был Сейчас Не знаю Клуб Садоводов Мне Письмо Пишет Один Из Участников У нас В клубе 600 Человек Мы Дружные Мы Меняемся Мы Другом Это Кто Веточку Кто Теренок Кто Саживание Кто Косточку Подарит А Уголочку Сидит 3-4 Наших Супер Специалиста Они Ни с кем Не Разговаривают Они Никому Не Подают Руки Только Между Собой Общаются И У них Не Удалось Раздобыть Ни Одной Кусочки Ни Одной Веточки Вот Это Омский Вот Это Было А Почему Догадайтесь Ну Что Будем Кончать Друзья До Свидания До Новых Встреч Далеко Не Прощаюсь Но Стресс У Меня Был Стресс У Меня Был Что Делать Отключаться Надо Я Забыл Е Сейчас Вспомню А Еще Знаете Раз Еще Видите Момент Такой Я Действительно Нет Нет Заказы Идут Хоть Лучше Больше Было Вот Я Не Знаю Вот Сейчас Только Какие Вы Сылать Сухие Или Мокрые И Вы Не Знаете А На Ваш Усмотрение Хоть Сухие Не Успеют Не Хватит Времени Все Хоть Мокрые Зайдут Рано Когда Я Всем Говорю Ну Давайте Друзья Пополам Не То Что Половину Таким Просто Увеличьте Заказ Два Раза И Пусть Будет Один Сухой А Другой Мокрый Ну Сад Создавать Надо За Один Раз Не Бывает Лишних Ну Вот На этом Я С вами Прощаюсь До Свидания Субтитры 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 Субтитры